Вы смотрите деловую программу «Ресурсы» в студии Эльвира Нейманбаева. Здравствуйте! Казахстанские женщины формируют около 40% ВВП страны. Две трети бюджетного сектора приходится на долю слабого пола. Прекрасная половина сегодня трудится в торговле, сфере услуг, сельском хозяйстве и промышленности. К примеру, в европейских странах роль женщины в политике и бизнесе немного иная. На политической арене Старого Света их доля не превышает и 14%. В скандинавских странах показатель на уровне 21-22%. А у нас в пятом созыве парламента доля слабого пола 19%. Среди госслужащих удельный вес выше и составляет 56%. Женщин среди представителей юридических лиц республики более половины. А среди индивидуальных предпринимателей около 60%. В Казахстане созданы беспрецедентные меры по поддержке бизнеса. В том числе именно конкретно развитие женского предпринимателя. Через фонду ДАМУ только в этом году 6 тысяч женщин получили поддержку бизнеса. Сейчас Европейский банк развития и реконструкции в Казахстане выделил 41 миллион долларов на поддержку. На днях 20-летия отметила организация, которая с высоких трибун защищает права и интересы женщин. Сегодня в ассоциации 15 тысяч человек. Со дня основания были осуществлены сотни важных социальных проектов. Ассоциация деловых женщин в течение всего этого времени, со дня основания, позволяет деловым женщинам, женщинам, которые стараются ставить свой бизнес, открыть свой бизнес, заниматься предпринимательской деятельностью, огромные возможности. В чем это заключается? Это заключается в том, что с первых рук передается информация о том, как можно создать свой бизнес. Для развития женского предпринимательства из бюджета выделено около 10 миллиардов тенге. По данным прошлогоднего опроса, по коэффициенту конкуренции женщин и мужчин в бизнесе, мы заняли 25-е место среди всех стран. Сегодня слабый пол представлен во всех отраслях экономики. А в некоторых регионах доля предпринимателей женщин достигла 48%. Сегодня у бизнеса нет ни пола, ни границ. Сельские жительницы конкурируют наравне с городскими бизнесвумен. Для некоторых из них главная цель не только заработать деньги, но и создать новые рабочие места. В бизнес я пришла благодаря фонду Дому. Они собрание в нашем поселке делали. Я узнала у них, что есть такая программа 20-20 дорожной карты бизнеса, что есть безвозмездные гранты. Я написала свой бизнес-план и выиграла безвозмездный грант, в размере трех миллионов тенге. И купила на это средство свою трепальную машину и швейные машины. Также государство уделяет большое внимание социальной адаптации женщин с ограниченными возможностями. К примеру, в прошлом году бизнес-проектам, которые были представлены прекрасным полом, было выделено около 700 кредитов. Свыше 1300 предпринимателей и инвалидов получили поддержку со стороны государства. И 60% из них это женщины. Главная цель нашего общества это помощь женщинам с ограниченными возможностями. Мы защищаем их права, также обучаем их делу. Наши женщины не сидят просто так. Они открывают ткацкие цеха, шьют красивые вещи. Государство оказывает нам колоссальную поддержку. Львиная доля экономики Мангостауской области приходится на малый и средний бизнес. Так, в регионе работают порядка 42 тысяч предприятий и организаций в различных секторах экономики. Из них почти 10 тысяч возглавляют женщины. В различных отраслях занято 37% представительниц прекрасного пола, от общего числа работающего населения. Большинство женщин, порядка 45%, традиционно работают в сферах образования и здравоохранения. Значительное их число представлено и в промышленности. Здесь женщин почти 30%. Немалая доля и в легкой промышленности. На себя решила работать, потому что это сперва было у меня хобби, потом как бы это перешло в бизнес. Но бизнес это хорошо. Почему? Потому что иметь свой доход. Я как бы предоставляю возможность рабочих мест создавать. И это моя любимая работа, которую я люблю и делаю. Я творю руками. Мечтайте, приумножайте свои ресурсы. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова